готов пальцы официантки купались в этом соусе на поле ноготь девушки просто попал в этот соус здорово с вами для пирожков и ты на канале питерский с сегодня мы на невском проспекте 102 таверне греческой сертаки пойдем покажу что там есть дорогие друзья здравствуйте с китайской кухни мы закончили были хорошие отзывы или не очень хорошие отзывы под последним видео сегодня мы в греческой таверне я думаю что про нее есть чего рассказать наверное мы начнем как обычно с первого впечатления сразу что радует глаз это цвета садишься за стол у тебя такая типа белая синяя клеточка такие приятные скатерти конечно конечно они уже подушатаны да и их не возят ежедневно на химчистку и не приводят их в идеальное состояние но даже несмотря на это ты сидишь за приятным хорошим столом плюс дополнение здесь у нас соответственно вот такие листочки да где говорится о том что таверна открыта в 2015 году на стенах фото обои отсылает нас 2001 год но обои давайте мы их назовем да какие то как на стене раньше дома были обои вы знаете там типа фотообои клеить такие здесь но зато зато очень хорошие стулья приятные которые вот реально как будто бы ты сидишь где-нибудь на террасе в какой-нибудь я не знаю даже не греческую в италии сидишь вот да на террасе на таких приятных стульях в общем здорово пока что первое впечатление такое официантка когда я задал вопрос типа посоветуете что нибудь у нее такое знать типа короче задумалась девчонка не вот и не получилось у нас ненормального диалога ничего страшного в итоге мы договорились о том что она вынесет те позиции которые лично она рекомендует значит придем к менюшечки меню сертаки на греческая таверна ну менюшку уже видела многое да хочется сказать о том что даже несмотря на то что она была запакована в полиэтилен ну как полиэтилен как пульт раньше на шучу менюшка на самом деле очень большая я очень долго с ней разбирался здесь большое количество морепродуктов всяких сыров всякой такой греческой кухни все что относится греческой кухне в общем по самой менюшке минут 15 на нее вы потратите но и выбрать есть из чего особенно мне понравились завтраки я надеюсь если вдруг сейчас возможно еще будет заказать завтрак хотя сейчас уже 15 минут четвертого то на десятке возьму какой-нибудь завтрак панкейков вот так же здесь есть такое меню напитка она как алкогольная так и безалкогольная тоже вообще максимально ушатаные уже потрёпанная но вполне себе читаемая хочется сказать о том что перечислять нет смысла здесь есть и чьи и кофе и коктейли и крепкий алкоголь но кто меня напрягло друзья меня напрягло то что здесь на лимонад литровый литр лимонада стоит девятьсот пятьдесят рублей ну и ну из чего они делают этот лимонад ну куда девица ну ладно 600 ну 700 но 950 это же лед с газировкой и сиропом касательно лимонадов и напитков я расстроился посмотрим что у нас по идее ну и вообще посмотрим как здесь что нас салат политики называется или политики но скорее всего политики политики по стоимости 320 рублей также я не удержался и все-таки заказал гранатовый лимонад 390 рублей за 03 ну можно увидеть здесь половинка льда и половинка просто гранатового сока написано что по секретному какому-то рецепту но мне кажется это просто налитый гранатовый сок сюда и все и получился гранатовый лимонад начнем с политики вообще он мне напоминает салат витаминку весенний летний салат не знаю как его еще можно назвать то что по ингредиентам это именно тот салат он очень нарядным с точки зрения цветов у него очень нарядная тарелка таких типа я бы назвал морских цветов давайте попробуем на вкус салат витаминка с оливковым маслом хочешь сказать о том что сделано достаточно неплохо он по стоимость им 320 рублей порция достаточно большая очень хорошо чувствуется оливковое масло но здесь не хватает по крайней мере мне я бы добавил сюда лимончику и вот тогда этот салат светился бы солнцем просто на меня в остальном капуста морковка перчик с добавлением сельдерея все это залито оливковым маслом вообще вкусно но ну хотя чё но я битые огурцы брал за 380 рублей на прошлый раз за уж витаминку за 320 такую большую порцию вполне себе адекватно порекомендую следующий блюдо называется тиганита натуральное греческое блюдо из баклажан чеснока и соус напали но в чем проблема на в менюшке эта позиция подается в глубокой тарелке здесь подается в плоской и первый раз мне вынесли это блюдо таким образом что пальцы официантки купались в этом соусе напали и мне настолько стало не очень не по себе что я решил его вообще не есть лучше я съем я за него заплачу конечно же но даже вот вынесли тарелку короче если посмотреть на борта они все прям вот в этом соусе просто протерты либо пальцем либо салфеткой в общем не знаю может быть не совсем круто подавать такое блюдо в такой тарелке я не буду пробовать это но по стоимости 190 рублей цена адекватная за такую холодную закуску с чесноком и баклажаном но есть ее нибудь так ну что вынести нам суп гуляш вынесли в очень глубокой тарелке по стоимости это 370 рублей за суп судя потому что находится внутри здесь достаточно много говядины вот он конечно опять же не аккуратно налит вообще здесь с аккуратностью большие проблемы потому что опять же мне вынесли какой-то белый соус к следующему блюду и практически сразу же ноготь девушки уже отрощенный просто попал в этот соус но блин я короче капец расстроен и не знаю соуса короче про здесь не надо и вообще соусное брать на начнем давайте попробуем суп здесь все просто картошка морковка и соответственно такой плотный бульон и говядина попробуем сначала бульончик в бульоне хватает всего соли говяжьего вкусом видно что в этом бульоне варили мясо это не какое-то там какая-то овощная история несмотря на то что здесь присутствует картошка с морковкой всякие там еще лучные истории вот поэтому он по бульону классно все говядина мягкая без жилок что для меня очень важно принципиально важно вот картошка морковка тоже чувствуется хорошо вообще если например сегодня кстати не такой уж и жаркий день как видите в чем я сижу в рубашечке да и такой суп для такого дня шикарно впишется опять же в мой сегодняшний достаточно продолжительный день суп хорошие и так следующее блюдо называется судзу как я то есть это рис с картофелем обжаренном масле но на фритюре так скажем и плюляшки великим бабки по стоимости на самом деле за такую здоровую порцию 510 рублей это очень дешево средняя стоимость вот такой большой порции везде это 800 900 рублей может быть даже выше а здесь прям за такую сумму такое количество еды прикольно давайте пробовать что по факту вынесли на люляшки это говядина барашек барашек хорошо чувствуется люляшки такой мясорубочки легкие такой знаете типа как это очень меленький помол судя по мясу вот по специям всего хватает здесь сверху круто такой типа по томатный соус полито сверху точнее он наверное даже помидорный вот его эти помидоры даже не пропускали через какое-то ситечко просто их наверно ложечка хорошенечко побили помяли точнее вообще хорошо по рису нарис с жасмином каким-то да короче рис рисинка к рисинке очень приятно есть по картошке люблю печеную картошку но это жареная картошка в фритюре конечно такие ломти картошки жарить во фритюре не я бы не рекомендовал потому что снаружи это такая типа жесткая консистенция внутри пюрешечком может быть так и должно быть но мне почему-то не заходит поэтому я наверное поем больше мяса причем здесь три больших люляшки ну реально порции клевые это радует в остальном по вкусу он пятерочка единственная картошку я наверно поставил бы ну тройку потому что она пересушена невкусная рис с люлёшками вот так оставить и клево конечно здесь еще идет соус белый но я уже сказал про как ли соус называется нет тут название белому соусу ну не нужно просто какой-то белый соус пробовать я его не буду рассказывать о нем тоже в остальном пятьсот десять рублей шикарно вообще просто шикарно одним таким блюдом можно наесться но в общем вынесли на счет вот в такой папочке папочка тоже уже ушатого общая сумма 1780 рублей я считаю вполне себе адекватный ценник но здесь много но друзья приходим мы с вами к рейтингу для боярошку первое сразу хочется сказать по поводу атмосферы вот все круто и 9 лет назад наверное это был топовый ресторан который было бы приятно зайти прям поесть от души сейчас это такое уже подушатанное семейное кафе куда повторно я уже не приду ну вот но видимо раньше это выглядело очень хорошо здесь есть и первый этаж второй этаж на втором этаже классные столики ну и вообще задумка классно такие очень приятные цвета но уже все видимо видимо уже это заведение не пользуется такой популярностью хотя на втором этаже полная посадка сидел номер два обслуживание что хочешь сказать по обслуживанию это конечно товарищи провал ну вот два раза один раз засунуть пальцы в блюдо вот это холодную закуску искупать их вот так там знаете как индусы типа берут купают пальчики и потом ими же отдают вот соусом случилось точно такая же история поэтому я наверное остановлюсь на двойке посоветовать мне толком ничего не смогли короче обслуживание 23 транспортная доступность невский проспект здесь совершенно спокойненько вот на углу улица маяковского по моему да можно поставить на платной парковке за машину и пройтись пешочком буквально пять минут и вы окажетесь здесь оценка 5 номер 4 четверочка это у нас цены по ценам хочет сказать что вообще очень круто все ну потому что реально такая средняя позиция там до 350 рублей мощная позиция с картоха которая конечно не доела и не хотелось ее доедать но 500 там 70 рублей вообще классно по ценнику однозначно 5 ну и 5 друзья это у нас да сама и да ну салат был нормальный обычный витаминный суп хороший раз говядиной порция конечно маловато но как бы тарелка огромная а порция маленькая что касательно вот с люля мне вынесли с люля рисом и картошкой невозможно есть картошку все остальное достаточно вкусно приятно и наверное кухне общую оценку я поставлю 3 с плюсом но потому что все таки есть к чему стремиться здесь много таких знаете типа бытовых косяков в бытовых в плане сервиса бытовых в плане чистоты посуды то что куча всяких ляпов на тарелках блин приборы после посудомоечной машины с каплями там не аккуратно там допустим суп но короче это вот такие вроде бы маленькие моменты но они в общем создают полную картину ну и наверное моя общая оценка 3 с плюсом ну да мне я больше не смогу поставить этому заведению хотя здесь достаточно приятно может быть сегодня просто получился не мой день так вышло в общем три с плюсом нам вынесли кофе десерт нас решили угостить этим бесплатно в подарочек я не знаю греческая эта традиция или просто вот так вышло будем пробовать кофе кофе кстати на песке сделан не знаю что собачку с полностью крепенький приятный попробуем десертик лопается 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 это кстати похож на такую типа турецкую историю не помню как называется ну да один в один много масла грецкий орех прям какая-то сладость в общем пьем спасибо тем кто смотрел видео до конца я очень радуюсь вашим лайкам вашим комментариям любым увидимся в следующем видео а сейчас послевкусие последнее место в котором мы были это была чуфальня на прашке посидев пару дней там чуть побольше я подумал о том что реально я не знаю почему его так чтят эту чуфальню почему о нем ходит столько легенд о том что типа боже мой какое крутое место ну по факту но реально это супер дорого с учетом того где это находится какой-то атмосфере находишься когда ты это все поедаешь порции но относительно конечно они больше допустим династии минь но по стоимости плюс-минус такая же история хотя казалось бы да поэтому наверное общую оценку этому месту я поставлю прям троечку тройка тройка твердая тройка чуфальня китайская прям по всем параметрам по меню по ценам по непонятным совершенно ну как непонятным полупонятным порциям в общем чуфальня на опрашке тройка а